Всем привет, с вами Александр Гамов. Сегодня в рубрике «Москва-Кремль» вместе с доктором исторических наук, советником директора Федеральной службы охраны России Сергеем Девятовым, мы вам расскажем о новой книге, которую Сергей Викторович, в общем-то, создает вместе с доктором исторических наук, профессором Игорем Зиминым. А книга очень необычная, потому что условное название у нее пока «Власть и табак» или «Табак и власть». Ну, в России табак появляется в 16 веке. Появляется от иностранцев. Проникновение табака было достаточно затруднено. Дело в том, что династии Романовых достаточно жестко боролись с практикой табакокурения. Основная масса поставок табака носила неорганизованный, я бы сказал, контрабандный характер. Скажите, а вот мы помним, что Петр Алексеевич, да, завез впервые. И именно он первый курильщик России, да? Ну, он первый системный курильщик России, причем... – Петр Первый? – Подсадили Петра Первого, да. – Кто подсадил? – Подсадили Петра Первого на окраине тогдашней Москвы, даже за границами тогдашней Москвы. Это место называлось Кукуй. – А-а-а. – Это место, где проживали многочисленные... – Немцы? – Не только немцы, голландцы. Там достаточно большая колония была. – Сколько лет тогда было? – Да по возрасту он начал курить, судя по всему, в 15-16 лет. – На Кукуе в трактирах табакокурения практиковалось, да, там именно оттуда его первая любовь Анна Монс. Но курение вошло в быт Петра Первого в достаточно раннем возрасте, и надо сказать, что это было увеличение, вредная привычка на всю жизнь. Более того, Петр Первый... – Извините, он не пытался бросать? – Нет, он не пытался бросать, более того... – А что здесь плохого, в принципе, считалось? – Нет, ну, табак тогда считался достаточно, как бы сказать... – Полезным. – Полезным, да. Это одна из форм лечения целого ряда болезней по темам медицинским. – Но не будем сейчас называть это... – Да, не будем называть, но в те времена это не считалось вредной привычкой, это была достаточно обыденная практика. Со времен Петра менялись политики в отношении табака, менялись нравы, привычки, форма потребления табака. Но табак стал неотъемлемой частью жизни Российской империи. Петр ходил только трубку, ну, как таковые сигареты тогда отсутствовали как класс. Папиросы, сигареты – это уже производственная такая вот вещь 19-20 века. – Ну, если брать экономический аспект, то был очень важный момент, это уже при последователях Петра Первого, когда была обведена монополия государства, еще Петр Первый ввел эту монополию на табак, на ввоз табака. А дальше табачные изделия стали практически разрешены к вольной, свободной продаже. Это уже происходило при Екатерине Великой. – Интересно, дальше все были курящие? – Последний наш император – все кудили. – Да? – Кудил Николай Второй, кудил Александр Третий. – А Екатерина Великая? – Екатерина Великая пробовала табак однозначно, но все-таки она предпочитала нюхотельный табак. – А, ну там же тоже было втянуть. – Ну, тот же самый никотин, просто другой способ доставки никотина в организм. Вообще, с курением на Руси было, ну, как и во всем европейском обществе, достаточно сложно. Были периоды запретов, но в конце концов это распространилось. Категорически не принимали курение некоторые части российского общества. Но если брать наиболее мощную группу, которая никоим образом не курила и не потребляла алкоголь, это, конечно, старобрядцы, староверы. Стоит отметить, что практически сразу же после разрешения официального табакокурения и, соответственно, завоза табака и его выращивания, это стал подоксизный товар, то есть он достаточно жестко облагался налогами. Папиросы появляются в XIX веке под влиянием французской моды. А если брать сигареты, особенно сигареты с фильтром, то это уже изобретение, конечно, XX века. Вообще Россия потребляла табак в огромное количество. Практически весь высший свет, практически все офицерство в армии курило. То есть не курящих было порядка 10-15%. И вот когда пришли большевики, они же, кроме Ленина, все же курящие были, да? В кабинете Ленина и в зале заседания Совета народных комиссаров висели таблички «С XIX года не курить». До этого как-то они еще, я имею в виду наркомы, покуривали, потому что, конечно, большинство наркомов было курящих. И сама практика табакокурения в раннесоветские времена, она была очень активно распространена. Сталин курил, причем Сталин курил с ранней юности, курил практически до последних дней жизни. Другой вопрос, что врачи ему все-таки после войны уже объяснили, что курение крайне плохо действует на него и на легкие, и давление. Он поверил им? Да, он поверил. Более того, он прекратил курить. Изредка все-таки покуривал в окно, в форточку, открывал форточку. Абсолютно точно, на ближней даче. Охрана, чтобы никто не видел. Буденный курил. Буденный, Ворошилов, несомненно. Окружение Сталина курило за исключением, пожалуй, Хрущева. И надо сказать, что, опять же, из сталинской эпохи можно было не завести в исправительные трудовые лагеря еду, можно было уменьшать пайки, все что угодно. А вот не завоз табака на места пребывания заключенных, это, как правило, выливалось в мощнейшие бунты. Скажите, а вот Леонид Ильич? Леонид Ильич курил и был заядлым курильщиком, кстати, так же, как Черненко Константин Устинович. И Константин Устинович не курил? Ну, бросил, Константин Устинович бросил, когда ему сделал замечание Брежнев. Брежнев в этот момент уже не курил, и Константин Устинович в один день бросил. А вот потом Горбачев уже все не курил, хотя комбайнер. Горбачев не курил, не курит и Владимир Владимирович. Не, а вот Ельцин. Не курит, Борис Николаевич не курил. Тоже не курил, да? Понятно, почему пепельницы из Кремля исчезли. При Борисе Николаевиче они еще были, и были курилки в Кремле, а теперь же курилок практически нет. Конечно же, есть специальные места, где в Кремле можно курить, но, скажем так, это сильно не приветствуется. Достаточно любопытно. Сама история потребления табака. От тотального запрета, потом к контрабанде, потом к легализации этого дела и к постепенному спаду. Так что тенденция предельно позитивная. Вместе с Сергеем Девятовым мы рассказали вам о необычной книге, которая называется «Власть и табак, либо табак и власть». Эту книгу Сергей Викторович, доктор исторических наук, профессор, советник, директор Федеральной службы охраны России, готовит, а, собственно, уже, по сути, подготовил к печати вместе с доктором исторических наук, профессором Игорем Зиминым. А с вами был Александр Гамов. Всем спасибо. Пока. Любите нашу историю. Счастливо. 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 Счастливо.